Как выглядят современные военнослужащие и как работает техника, выполняющая сложные боевые задачи? Что нужно делать, чтобы правильно оказать первую помощь? Об этом и многом другом студентам сельскохозяйственной академии рассказали в военном учебном центре при техническом университете. Подробности в нашем сюжете. Военно-профессиональное ориентирование, так называют в учебном центре, практические занятия для студентов. Знакомство с современным вооружением начинается на плацу, где стоит зенитно-ракетный комплекс С-300. Это самый современный комплекс, предназначен для уничтожения средств воздушного нападения противника. Военно-учебный центр был создан три года назад. В этом году выпускается первый набор курсантов. Все они студенты Тверского государственного технического университета. Ну а для учащихся других вузов и колледжа проводятся вот такие занятия. Одна из составляющих небольшая вводная лекция, где ребятам рассказывают о назначении структуре вооруженных сил в службе по контракту. Сельхозакадемию, как и большинство образовательных учреждений, которые посещают нас на регулярной основе, интересуют образцы оружия, интересуют те специальности, которые в вооруженных силах существуют, боевая экипировка современного военнослужащего. Электронный стрелковый тир – один из самых популярных этапов занятия. Очень напоминает компьютерную игру, поэтому студенты с большим интересом испытывают современные виды оружия. Первокурсники Костя и Антон рассматривают беспилотные летательные аппараты. Сейчас это музейные экспонаты. В сельхозакадемии нет военной кафедры, поэтому, как признаются студенты, такие занятия интересны и полезны. Мы смогли прикоснуться к тому вооружению, которое сейчас в зоне СВУ. Увидели зенитный ракетный комплекс. Нам рассказали, как работают машины, как они запускают, сколько снарядов. Современное вооружение очень сложно в эксплуатации, поэтому, чтобы с ним работать, нужно квалификацию получить для этого. Занятия для студентов разных учебных заведений центр проводит регулярно. Эта работа была инициирована администрацией города и проводится отделом обеспечения безопасности жизнедеятельности населения совместно с высшими учебными заведениями. В ближайшее время центр посетят еще несколько групп учащихся вузов и колледжей.